Мой дружок пирожок. Вышла большая обнова, а денег нет? А? Тогда заходи в мою группу по прокачке. Бабки, опыт и что-нибудь погорячее. Сделаем все быстро, качественно и без риска бана. Позволь себе испытать все в этой обнове. Прокачиваем как на ПК, так и на PS4 с Xbox One. Переходи по ссылочке и заказывай прокачку у дилетанта. Привет мой дружок пирожок. Не буду размусоливать, видос и так получится немаленьким. Поэтому все быстро, по делу, и без лишней пизды болей, но это не точно. Итак, вышла в свет новая, нежданная обнова отроков в GTA Online. Битва на арене. И это не просто серия противоборств, как казалось ранее. Но обо всем поподробнее. Все что нам нужно, находится на одном сайте, ареново. Там на выбор три иконки. Купить мастерскую, купить улучшаемую технику и купить готовую технику. Перейдем к мастерской. Внутри до боли похожая кастомизация для мастерской, стиль офиса, оформление самой мастерской, цвет мастерской. От этого всего ничего не зависит, дело исключительно вкусовщины. А дальше идет дополнительный этаж B1 и еще один этаж B2. На каждом этаже по 10 машин. Поэтому если вы решили скромно пополнить свой арсенал, то дополнительные этажи можно вообще не покупать. А вот теперь самое интересное. У нас есть механик арены, армян. Брат по ходу того армян из транспортного склада, но это не важно. Механик от Бенни, чтобы можно было поставить диски на некоторые тачки от Бенни. И механик по оружию, чтобы можно было установить вооружение на транспорт и заодно протюнинговать или купить снаряды на АМК-2 оружие. Ну и личное помещение, чтобы можно было загружаться сразу в мастерской. Все это добро нам обошлось почти в 4 ляма. Можно было и дешевле, без дополнительных этажей и стилей. Но есть как есть. Второй раздел. Улучшаемая техника. Это обычные гражданские автомобили, которые можно затюнинговать под арену Мейсбанк. Всего 6 автомобилей и 1 мотоцикл. Есть 2 цены. Вторая откроется после прохождения определенного количества испытаний на арене. Сколько и как пройти эти испытания, не говорят. Скорее всего как в бункере, после повышения уровня, рандомно выпадает что-либо. Но задротить не придется. Все можно купить сразу. Правда за дорого, за очень дорого. Не знаю как изменится цена после разблокировки. Но не думаю что сильно много. 25%. Такова цена скидки на транспорт. Каждый автомобиль можно посмотреть в различных модификациях. Их всего 3. И это опять же дело вкусовщины. Для кого-то ржавый металл. Это то что надо. Для кого-то гламурный. Он же фантастика. А для кого-то кошмар. Ну это для тех, кто красит тачки в розовый. А диски в аквумарин. Для всех угодили. Эти тачки можно ставить как в гараж в мастерской. Так и в обычный гараж. Ну и теперь готовая техника. Там всего пока что доступно 5 автомобилей. Но они разбиты на 3 стиля сразу. Поэтому можно купить как стиль апокалипсис. Так и фантастику. Вообще можно покупать все что угодно. И чем больше. Тем лучше для роков. Эта обнова прям создавалась для опустошения карманов. Внутри уже показывают вариацию дефолтного тюнинга и полного. Хорошо что везде есть картинки. И можно посмотреть как оно будет выглядеть. А не покупать кота в мешке. Тут же здоровые автомобили уже нельзя просто отправить в гараж. Поэтому место в мастерской или дополнительном гараже должно быть всегда. Ну и как положено в крупных обновах. Нас будет ждать персонаж. На этот раз. Это мерзкая. До мозга костей тупая. И самоуверенная в своей тупости Брайани. Которая взяла себе за место мужика. Мешок с дерьмом. Ибо обмазавшись им. Она думает. Что она главное везде. Но ссы проронить лишнее слово перед шоколадной нугой. Таких людей я заверстучу и презираю. Еще не грудали такую ручку. Что пиздец. Почему не лопаты его заставили расписываться. И в конце концов. 21 век. О цифровой подписи никто конечно же там не слышал. А этот старый сживший себя хуй. Который скорее всего себе в анус вставляет вибратор. Чтобы хоть что-то почувствовать. Тот самый Алан Джером. Который сверкал на первом арте отроков. Выглядит он тут на порядок хуже. И похож на ботоксную куклу. Потом эта тупая пизда начинает намекать на то. Как она хотела закончить киношколу. Пробивая информацию. Сможет ли она заскочить на черные члены. И не проебаться со своими мечтами. Ну а потом нам дают одежду Питера. Всю в крови. Костюм предыдущего мяса. Который подписал контракт на то. Чтобы к его анусу подлетел дрон и взорвал его к хуям. Ну и дальше начинается битва на арене. И вот она первая катка. Ты сидишь с планшетом и вообще не вкуриваешь что происходит. Что нужно делать. Потому что описания нормального нет. Написано какая-то лютая хуйня. И вот ты клацая что дрона. То просто пушку. То РК машинку. Все крайне уебично управляется. Кроме пулемета. До тебя начинает допирать. Что нужно уничтожать транспорт противника. Время идет. Нихуя не понял. Ну очень интересно. Понимаете? И вот мы меняемся местами. Опять же нихуя не понимаешь. Но пытаешься понять. Понять блять эту ебанутую физику. Потому что ощущение. Что я не за рулем тяжелого апокалиптического автомобиля. А в GTA San Andreas за рулем лодки на воздушной подушке. Ненормальный разгон. Ненормальное торможение. А врезавшись куда-либо. Такое впечатление. Как будто создателю гравитации в этот момент по яйцам бьют. Убожество невыносимое. С которым мериться никак не хочется. Ну пусть с ним. Прошел я эту битву и даже победил. Не знаю как. Кстати никто не знает. Все были в ахуе. Понятное дело. Что после второй и третьей битвы уже понимаешь что к чему. Ну блять. Это все равно что не умеющего плавать кидать в резервуар с говном. Утонуть то не утонешь. А вот съебаться оттуда нет возможности. В общем весело прошла первая битва. Армения. Текно. Ох. Гуд текно. Текно парти. Гуд кара. Дисис майка. Ю бриг ми ёр кар. Ай мейк фанки. А, ну тогда понятно почему такая хуйня с машинами происходит на арене. Ладно, не важно. А вот и наша доска почета. Там инфа про Питера осталась еще. Пацан чутка до четвертого уровня не дошел. Не повезло пацану. Не фартануло. Но суетливая мразь все подтерла и теперь там наша статистика. Итак это стена карьеры. Тут отображается вся статистика. Уровень. Сколько сыграно. Сколько побед и поражений. Слева вверху отображается уровень и сколько очков арены нужна до следующего уровня. Слева есть телевизор. Там показывают видео с актуальной битвы на арене. Хороший способ поизучать карту. Хотя нет, хуёвый. По центру есть карта. Вид сверху. Вот там как раз и можно поизучать карту. Где какие ловушки и тому подобное. Но все равно походу привыкаешь к картам и уже знаешь что где и как. Но и это полная статистика. Тут все ваши победы и поражения. Конечно же можно зайти через обычное меню в битву на арене. Но если запускать через эту доску. То вероятность того, что ты попадешь к большому количеству игроков. Возрастает. По крайней мере на первых этапах. Пока всем интересно играть в эти битвы. Ну и небольшой обзорчик. В этой комнате вы будете часто зависать. Слева комната с наградами. Пока тут ничего нет. Но за победы, рекорды и тому подобное. Со временем вы заполните эту стенку. Тут же есть оружейный шкафчик. Как мы выяснили, он не особо так и нужен. Но он тут есть. А это диван. Теперь я могу сидеть тут с недовольным ебалом и рассказывать какое очередное дерьмо нам подсунули Рокки. За этим компьютером можно заказать себе новую тачку. Но зачем он, когда есть мобилка? Тут есть местечко, чтобы просто понаблюдать за какой-нибудь битвой на арене. Может даже как-то повлиять на нее за отдельную сумму денег. Ну а это сама мастерская. Сюда и пригоняют нормальные машины, чтобы сделать из них кусок железного неуправляемого дерьма. Тут типа офис мастера от Бенни. Делает вид что работает. Но если за этой шельмой наблюдать, то она просто ковыряет клеточки в блокноте. Ну а тут оружейная мастерская. Хорошее место, чтобы пополнить разрывные патроны для своей тяжелой снайперки. Ну и вид на саму арену. Правда там ничего не происходит. Это ее разгрузочная версия. Ну и конечно же новый жест, который отнимет у вас тысячу баксов. Еще один бесполезный но красивый способ избавиться от денег. Есть еще шампанское. Но не будем о грустном. Там вообще 5к потратить придется. Да, за такие деньги люди готовы терпеть все. Мне бы такую выдержку как у этой барменша. Ну и раз мы в этом замечательном месте, то немного расскажем о грамотном жесте раков. Раньше, когда из долгой гонки GTA или команда уцелевших первые кто сдыхал, сливались. Теперь же они появляются в этом чудесном месте. Тут можно выпить, понаблюдать за теми, кто остался на арене. Через того же дрона к примеру. Ну а самое прикольное, добавили развлекуху по типу казино. Не бесплатно, но такая рулеточка всегда всем нравилась. Тут можно поднять немного денег, опыта, или единиц арены. Все довольно так и неплохо. Весьма приятно. Ну и теперь совсем немножко про тачки. Особенно про одну. Это просто сказка. Мне эта тачка очень понравилась. Самое приятное из этой обновы, но это еще не все. Теперь все маслкары могут вставать на дыбы, и чем мощнее тачка, тем сильнее эффект. Первого форсажа на нем отражается, и никаких тросиков. Теперь создателя гравитации потянули за яйца. Но мне кажется он их уже не чувствует. А чтобы потянуть и вам за яйца его, достаточно зажать ручной тормоз. Поднять обороты на максимум и отпустить ручной тормоз. Ну а также добавили множество новых масок. Они очень дорогие. Но если хотите дешевле, задротив битвы на арене. И может спустя 228 раз вам так и выпадет нужная вам маска, и вы ее сможете купить с небольшой скидочкой. Также и одежда. Всю я показывать не буду, но ее тут очень много. Еще никогда за всю историю ЖТА. Роки не добавляли столько много различных костюмов. Их хоть жопой жуй. И все такие мерзкие и прикольные. Так что можешь стать марсианином или одеть свою реальную одежду с работы. Да я про желтого петушка с гребешком. Ну ладно, с одеждой разобрались. Но хочется же чего-нибудь такого затюнинговать. А мы затюнингуем, доминатор. И заодно посмотрим сколько тюнинг на эту жучку стоит. Но можно не смотреть на уменьшающийся счет в банке. Когда ты видишь, что теперь можно добавить различный цвет форум. Это может быть диким колхозом. А может быть и вполне устрашающе. Но не важно. Вообще ничего тут не важно. Кроме бронелистов. Которые увеличивают вес автомобиля. Вес среди других автомобилей в потоке. Но об этом чутка позже. Как вы думаете, сколько ушло на тюнинг обычного доминатора. Чтобы он вот стал таким. С лазерными пушками. Ёбаный стыд. Лазерные пушки. И с надгробьем как в смертельном гонщике. Ля. А? А может быть два? Нет. А может три? Тоже мимо. Три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи двести долларов. ЖТА ушло на тюнинг этого замечательного автомобиля. Шо. Не ожидали такого поворота. А вот так вот да. И теперь вы с уверенностью можете расталкивать поток. Ехать против движения. И стрелять из лазерной пушки. Дамаг от которой походит на обычный пулемет. Только теперь он еще медленный с перезарядкой. Но если вам и этого мало. То добро пожаловать в ад. Этот грузовик уже с предустановленной модификацией. А значит минимум на лям должен быть дешевле. Ведь я его покупал за верда хуя денег. Но на тюнинг все равно ушло три с небольшим лямов. Зато посмотрите на это чудовище. Оно умеет разгоняться. У него пиздец какой криповый гудок. Правда с прыжком его и зад не очень удобно. Зеленое пламя. Прям как будто на ведме. А не на керосине. Ну и конечно же это масса автомобиля. Тут может позавидовать даже наш старенький фантом вэдж. Ведь там была очень слабая бронька. И он сразу дымился. А тут вон какая красотень. Главное на гонки такое не берите. Будете большой мишенью. Ну а про режимы я так и не рассказал. А че там рассказывать. Увидите все сами. Обычно все завязано на чекпейнтах. Собери как можно больше и не сдохни. Или же укради у противника и принеси себе. Все знакомые режимы. Только теперь с нотками кармагеддона. И это неплохо. Но все же для меня лучший режим оказался обычной гонкой. Прям как из фильма смертельная гонка. Выживи или доберись первым. Заметил особенность. Что ловушки. Огонь. Препятствия. И выбрасывающие трамплины активируются после того как по ним проедешь. То есть те. Кто были сзади тебя скорее всего въебутся в стенку. Которая вскочила перед ними. Как стояк у школьника которого вызывает к доске. Ну и бронька. Да тут повреждения визуальных никаких нет. Но автомобили сами по себе хрупкие. Поэтому я хочу узнать у вас. Какой автомобиль для вас лучший и в каком режиме. Ну и вердикт по обнове. Это самая тихая обнова. О ней никто ничего не знал. Но по масштабам она реально очень большая. А сколько еще заблокированного контента осталось. Конечно же все мы ждем сюжетные миссии. Как ограбления и тому подобное. Но это обново дало понять. Что тот пиздец. Который происходит в свободной сессии. Это норма. И вот таким транспортом. Который можно выкатывать в город и мешать всем. И вся. Тому подтверждение. Мне кажется это самое дорогое обновление в истории GTA Online. Ну и шоколадная нуга. Уверенно добирается до финиша первым. А вот я отчаливаю. Всем бб. Всем гг. Воу воу воу. Мой дружок пирожок. В моей группе по прокачке сейчас идет мега акция для PS4. Как раз разогнать свой банк под новую обновку. Получи большие бонусы при любом заказе на PS4. И чем больше заказ. Тем жирнее бонусы. Времени осталось немного. Акция действует до 23 декабря. Переходи по ссылочке в описании и заказывай прокачку. Субтитры подогнал «Симон»!